Уникальное полотно фламандского мастера Тобиаса Верхахта теперь будет украшать постоянную экспозицию Тверского императорского дворца. Перед этим оно прошло сложную и кропотливую реставрацию, после которой заметно преобразилась и заиграла всеми красками. Роман Быков побывал на презентации шедевра «Эпохи Возрождения». Тобиас Верхахт — это незаурядный мастер позднего Ренессанса. Работы фламандца украшают такие музеи мирового уровня, как Эрмитаж, Лувр, Прада, Мюнхенская пинокотека. На рубеже 16-17 веков он был очень известен в родной Фландрии. И не только. Это наследственный художник. В первой уроке искусство получил у своего отца. Потом побывал в Италию. Ребург Фландер, он создал свою мастерскую школу, и он был первым учительом Рубинса. То есть он жил в самые счастливые времена развития фламандского искусства. В Тверь шедевр Тобиаса Верхахта поступил в дар от ленинградского коллекционера Григория Серова в 1990 году. Долгие годы картина находилась в запасниках, так как была в очень плохом состоянии. Ведь произведение написано на щите из пяти дубовых досок. Со временем они рассохлись. Отчего пострадали фрагменты живописи. Лак помутнел. С обеих сторон появилось много застарелых загрязнений. Поэтому прежде чем приступить к реставрации, пришлось провести кропотливую работу. Только после того, как мы всю эту, можно сказать, диагностику получили, когда мы получили снимки в экстракрасных лучах, в ультрафиолетовых лучах, структурную, послойную структуру картины, состав грунтов, красочных слоев. Вот только после этого мы могли начинать, приступать к этой работе. Зато после реставрации полотно в буквальном смысле заиграло всеми красками. Картина получила название «Горный пейзаж с рекой и жанровыми сценами». Хотя на самом деле, как говорят искусствоведы, это целая вселенная, в которой сложный, причем фантастический для Фландрии ландшафт, наполнен фигурами десятков людей и не только. Проректор ТВГУ орнитолог Андрей Зиновьев разглядел в пейзаже целый ряд птиц, причем написанных очень правдоподобно. «Но эти таицы достаточно натуралистично изображены. Если вы внимательно посмотрите на дерево справа, в правом верхнем углу, там, во-первых, есть черная птичка с белыми полосками – это сорока. А вот рядом, в крови, сидит другой красно-гнижный вид – это фия, который теперь практически не сохранился. Ни во фландии, ни в других странах, на Европе». Помимо самого полотна, во время презентации была устроена экскурсия вдоль вот этих панно. На них отражены не только этапы реставрации. Для посетителя они станут еще и ликбезом по Фландрии рубежа 16-17 веков. «Этот вселенский пейзаж, он состоит из огромного количества десятков маленьких рассказов, расшифровывая которые, мы можем постигать вот эти вот смыслы, которые Тобио Сверхак в 17 веке вкладывал в понятие «вселенная». Картина «Горный пейзаж» с рекой и жанровыми сценами, несомненно, займет достойное место в постоянной экспозиции. Однако уже без этих выполненных на столичном уровне поясняющих панно. Поэтому у тех, кто хочет по-настоящему посечь вселенную Тобио Сверхакта, есть меньше месяца, так как данная выставка в восточной башне императорского дворца будет работать только до 6 апреля.